Приветствую вас, давайте распорим ваши вопросы. У меня отношения с мужем испортились на следующий день после свадьбы. За наш год совместной жизни он меня довел до того, что я больше не хочу жить. Уйдет себя со мной по-хамски, очень хочу ребенка, переживаю, что этого не получается. Я с мужем говорю на эту тему, но при этом не жалуюсь, а говорю что-то дельное. Например, такой-то священник или такой-то психолог говорит то-то и то-то. В ответ, слышишь, я долбал и надоел, или еще я с детства забываю, что это делать, подумаешь, и тоже слышат мужик грубости. Но если посмотреть с другой стороны, то он ко мне относится очень даже трепетно, значит, я хочу ребенка. Поэтому запрещают мне переохлаждаться, поднимать тяжести, следить, чтобы я правильно питался. Может, стоит просто с ребятами молчать, у них с другими женщинами отношения не лучше, но они молчат. Мне вообще часто люди грубят, мне мама и люди с набором тоже грубят. Так, может быть, причина во мне самой, но как наладить отношения с мужем, понятия не имею. Ну, во-первых, я бы сказал, что, наверное, психологи и священники несколько противоречивые. Специалисты, специалисты, вот, слушать советов, которых, ну, на мой взгляд, вы себя приведете только к определенной диссоциации. Это первое. Да, конечно, священники – это адепты религии, а психологи – это светские специалисты, которые к религии отношения не имеют. Несмотря на то, что священники и психологи, в принципе, делают одни и те же вещи, но делают они это в разных позициях. С точки зрения профессиональной психотерапии вам в вашей ситуации лучше всего обратиться, конечно, к психологу, да, для психотерапии. Причем психотерапии, я бы сказал, регулярной. Вот. Потому что то, что, ну, то, что вы описываете, то, что вы описываете, является, в общем-то, такой системой, системной проблемой, вот, которую нужно решать исключительно в форме психотерапии, ни больше, ни меньше. Я бы сказал, что некоторые базовые ваши рассказывания, некоторые базы, базовые проявления вашей позиции вызывают вопросы, в частности, вы говорите, что к другим женщинам отношения не лучше. Да, то есть, ну, в принципе, вот, почему, вот, как-то вот должно волновать вас отношения. К этим другим женщинам, вот, когда речь идет про вас, вот, и вот эта позиция, что раз другие женщины терпят, да, то и я буду терпеть, она вызывает вопрос. Ну, то есть, это ваши неверные стены, это попытка быть конформной, да, вот, то есть, такой, как, как у всех. Дальше. Вопрос вызывает то, что вы очень хотите ребенку. Дело в том, что ничего против семейных ценностей я не имею, но когда человек очень хочет ребенку, переживает, что его, ну, что не получается, вот это говорит о том, что, вот, человек посетил всего себя, да, всю свою ценность, как-то, вот, ставит, ну, зависимость от этого. При этом игнорировал какие-то другие сферы своей деятельности, игнорировал свои роли, которые у него, конечно же, есть. Вот, и это, во-первых, очень сильно понижает ваши ценности, во-вторых, сужает, ну, так скажем, перечень, сужает перечень возможностей контактов с вами, то есть, ну, тех предметов, да, по поводу которых с вами можно контактировать, вот, и самое главное делать вас зависимо от другого человека, ну, в частности, например, вашего мужа, который прекрасно понимает, что вы очень хотите ребенка, и, соответственно, вам нужно грубить себя. Вы себя, таким образом, по факту, по факту обесцениваете, вот, и обесцениваете себя, к сожалению, довольно сильно этим, вот. Дальше. Вы пишите, у меня отношения с мужем испортились на следующий день после свадьбы. Ну, во-первых, что значит, у вас с мужем отношения испортились, то есть, максимально, вот, неопределенно вы это сказали, да? Как вы это поняли, в чем конкретно испортилось отношение для вас. То есть, ваше отношение к мужу поменялось, если вот мы говорим про отношения. Если мы говорим про отношения ваши с человеком, то это, в первую очередь, ваше отношение к нему. То, чего вам хочется для него. Вы же здесь, в основном, говорите про то, как он к вам относится и как к вам другие люди относятся. Так это их отношение к вам. А ваше отношение какое? Если у вас с кем-то испортились отношения. Вот. Дальше. Если отношения испортились, значит, после свадьбы, то смотреть нужно на значение свадьбы. В первую очередь. То есть, какое значение имело свадьба для вас и для вашего мужа. Потому что на самом деле свадьба не играет никакой роли вообще в отношениях. Если отношения крепкие, если отношения устойчивые, если отношения глубокие, никакой роли свадьбы на это не играет. Соответственно, значение свадьбы, ну, как бы, вот, характеризует отношения. Вот. Дальше. Вы пишите. За год до нашей, за год нашей совместной жизни он меня довел до того, что я больше не хочу жить. Пишите. Снова противоречное дело в том, что вы говорите, что отношения испортились. На следующий день после свадьбы. А при этом вы говорите, что он за ваш год довел вас до определенного состояния. То есть, отношения, очевидно, были не самые хорошие. И до свадьбы. То есть, как-то вот тут непонятно. Дальше. А если человек вас довел до такого состояния, что вы не хотите жить, это говорит о том, что у вас самой собственных мотивации, собственных смыслов жизни либо очень мало, либо их нет. И эти смыслы определяются другим человеком. Мамой, коллегами, мужем. Вот. Ведете себя со мной по-хамски. Хамское отношение к вам – это то, как вы воспринимаете себя. Это то, как вы относитесь к себе, но то, как вы относитесь к себе, в какой-то степени является ретрофлексией. То есть, если вы воспринимаете отношение другого человека как правильно, а он вам грубит, то есть, вы считаете, что я обостренный того, кто меня грубили, это означает, что вы хотите нагрубить кому-то. Естественно, то, что вы хотите нагрубить кому-то, не означает, что вы прям хотите нагрубить. Это означает, что вы хотите выстроить личные границы, держать человека на таком расстоянии, которое вам было бы комфортно и т.д. и т.п. Но вы этого не делаете. Далее, вы пишите, я очень хочу ребёнка и переживаю от того, что пока не получается. С чем связано ваше желание ребёнку? Вот прям такое вот предметное, акцентированное и так далее. Дело в том, что обычно ведем готовые люди, которые чувствуют в себе, ну, попременность, да, или возможность, лучше сказать, передавать свой опыт. Для того, чтобы передавать свой опыт, человеку нужно пожить и реализоваться, попробовать, посмотреть, проявить себя. да. Вопрос. Как проявляете себя вы? Потому что, как вы понимаете, если человек себя проявляет, если человек активно идёт по жизни и реализуется, у него нет острой потребности в ребёнке. Я с Мунем говорю на эту тему, но при этом не жалуюсь, а говорю, что это дельно. Ну, не то, чтобы я вам не верил, но просто хочется уточнить. А что вы понимаете под жалостью? Это во-первых. И что вы понимаете под, ну, чем-то дельным? Давайте уточним этот момент. Как вот, что называется, ну, различить вот эти вещи? Вот. И уверены ли вы в том, что это действительно так, что вы действительно не жалуетесь и действительно говорите дельные вещи? Какие критерии? Этого. А если вы говорите о том, что вы не жалуетесь, то, вероятно, вы хотели бы пожаловаться? Если так, то что это за чувство? Дальше. Например, какой-то священник или такой-то психолог говорит тот или и тот, но это не вы говорите, вы ретранслируете слова другого, это не ваше мнение. В ответ слышу, что долбал, надоел, ну, вероятно, вы слишком часто об этом говорите, мы чувствуете, что ничего другого вас не волнует. Я часто забываю, что это сделал по дому и тоже слышал очень грубости. А как вот вы говорите, что часто забываю делать что-то по дому, как это вот получается так, что вы забываете? С точки зрения психологии забывание не всегда является органической особенностью памяти. и можете отражать в себе определенный личностный конфликт. Например, то, что вы делать этого не хотите. Если посмотреть с другой стороны, то он ко мне относится очень даже стрепетно. Значит, я хочу ребенка, поэтому запрещают мне переохлаждаться, поднимать тяжести и следить, чтобы я правильно питался. А вы демонстрируете здесь сам независимость от человек. Такое ощущение, что он для вас родитель, а вы ребенок. А если вы считаете, что вам не нужно переохлаждаться, поднимать тяжести и правильно питаться, то это ваша ответственность. Но вам как будто бы нравится, что за этим следит мужчина. Так он показывает типа, что вы ему важны. Обратите внимание, что ему важны не вы, а ваша репродуктивная функция. Какого рода ваши отношения с мужчиной для меня остается загадкой. Что между вами общего? Что вас объединяет? Что вас связывает? Получаете ли вы впечатления совместные? Какие у вас в принципе отношения? Партнерские ли они? На равных ли они? Судя по всему, нет. Отношения на равных нужно учиться. Все устраивает. Может, стоит просто терпеть и молчать? Ну и куда это приведет? К накоплению негатива, который будет негативно сказываться и на вас, и на вашему ребенку. Нужно научиться компромиссно взаимодействовать. К другим женщинам отношения не лучше, но они молчат. Вот об этом я сказал уже. Мне вообще люди часто грубят. А это связано с тем, что вы подавляете агрессию. Вы подавляете ее. Вы, ну, как бы зажимаете ее к супе. И в итоге она так вот проявляется в лице других людей. Причины во мне самой? Да, в том числе. Как наладить отношения с мужем? Понятия не имею. Сначала нужно наладить отношения с самой собой. А данные и отношения с мужем, я думаю, наладятся сами с собой. Только не все факт, что в процессе психотерапии вам захочется быть именно с этим человеком. Вот. Имейте, пожалуйста, это в виду. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.